Сегодня в области психологии известны многие виды аддикций, то есть зависимости и одна из них компьютерная зависимость. Она не только детская, но и взрослая. Но сейчас мы говорим именно о детском формате. В первую очередь следует обратить внимание на то, что ребенок не расстается с телефоном круглые сутки. То есть это наушники в ушах и телефон постоянно в руках. Либо как только он возвращается домой за стационарный компьютер, это занимаемое место за компьютером, из-за которого его невозможно вытащить. Второй момент это постоянный открытый доступ к интернету. Если этот доступ есть, ребенок не сможет себя ограничивать и отказываться от возможности снова и снова погрузиться в интернет. И в любые формы. Игры, соцсети, тиктоки или какие-то другие интересующие его платформы. Третье это характерный эмоциональный фон. Это раздражительность до злости. Когда вы пробуете ребенка привлечь к бытовым каким-то вопросам, спрашиваете его об уроках. Если это школа, то учитель просит убрать телефон во время урока, во время перемены. И ребенок в этот момент начинает раздражаться, злиться. Он не реагирует адекватно на какую-то вашу просьбу или замечание. То есть вы являетесь нарушителем того пространства, в котором он сейчас находится и предпочитает там находиться. Четвертое это безусловно крайняя степень. Родители, понимая, насколько это может быть вредоносно для ребенка, либо учитель, вынуждены прибегнуть к тому, чтобы забрать телефон, если это касается телефона. И ребенок может начать кричать, драться. Вот эта реакция как раз тоже является свидетельством уже определенной зависимости ребенка от гаджета или от компьютера. Ну и пятый, конечно же, это отказ ребенка строить отношения, дружеские отношения, приятельские отношения в жизни в угоду виртуальному пространству. То есть жизнь виртуальная, более яркая, более интересная для него, нежели душевный труд и эмоции, которые он испытывает, возможность комфорта, которые он испытывает в реальной жизни для того, чтобы выстроить коммуникации с ровесниками, с учителями, с родителями, с братьями, с сестрами. Для этого требуется ресурс. В виртуальном мире все значительно проще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова